Полуостров «Кобылья-голова» расположен на юго-западе острова Ольхон и омывается водами двух байкальских проливов – Малое море и Ольхонские ворота. От полуострова в направлениях востока и запада отходят мысы, поэтому, если смотреть на него с самолета, он похож на рептилию с лапами. Голова рептилии – оконечный скалистый мыс Харинерги. Это название, кстати, в переводе совпадает с названием всего полуострова. Расположенный напротив Сарминского ущелья, мыс одним из первых принимает на себя шквалы сильнейшего байкальского ветра – Сармы. В октябре-ноябре, когда байкальские штормы достигают самой большой силы, вода, летящая через скалы, замерзает, и Харинерги облачается в ледяной панцирь. Место это гиблое, немало здесь утонуло рыбачих лодок, а при Сарме, а скалы разбился пароход. Зимой мыс тоже собирает жертвы – автомобили. По неосторожности водители, оказавшиеся вблизи скал, они нередко проваливаются, на тонком льду пропарен и тонут. Но, несмотря на мрачную славу, полуостров обитаем. Здесь можно встретить особей с популяцией млекопитающего ольхонской полевки – эндемика Прибайкальского национального парка. Обрывы северо-западной скалистой стены – птичий базар, место гнездования Большого Баклана. А еще на полуострове есть озеро. Немало озер на берегах Малого моря, но это, что на Кобыле и Голове, необычное. В отличие от прочих прибрежных озер, отделенных от Байкала намывными песчаными и каменистыми косами, и по сути являющихся изолированными заливами, это располагается за скалистой грядой и занимает карстовый провал. В общем, самодостаточный водоем – озеро Нуху-Нур. Когда лето заканчивается, птицы покидают родные скалы и улетают на зимовку, а мыс затихает в ожидании свирепых осенних байкальских стихий. КОНЕЦ КОНЕЦ